Вот вам, ребята, история из жизни, настоящая, не выдумана ни грамма, ни капли Это произошло в одной из школ здесь, в Баварии, в прошлом году В конце ноября, в середине ноября даже, ученики старших классов со старостой школы украшали фойе школы Гирляндами, ставили елку, все-таки Рождество, Новый год, чтобы отметить праздник К этим ребятам подошли несколько учеников этой же школы, тоже старшеклассники И сказали, открыто сказали, мы не празднуем Рождество, так как мы мусульмане Этот праздник противоречит нашей религии Вы что, расисты? Вы хотите, чтобы мы чувствовали себя здесь ущемленными? Ну, староста школы, конечно, был немножко в шоке, он сразу не нашелся, что сказать Но после разговора с родителями, на следующий день он пришел в школу И дальше, когда они продолжали украшать вот это вот фойе школы Ставили елку, вешали туда игрушки, развешивали гирлянды Он подозвал одного из вот этих вот зачинщиков вот этой вот свары И сказал, вы хотите, чтобы мы в нашей школе тоже отмечали и ваш мусульманский праздник Новый год или что у вас там, это Рамадан или как он называется? Говорит, я не знаю, я христианин То да, говорит, а то вы ведете себя как расисты Ну, вообще, как расисты ведете себя вы, потому что вы требуете, чтобы мы христиане в своей стране Отказались от нашего праздника, потому что он противоречит вашей религии Говорит, если ты хочешь, чтобы чувствовали себя, как в своей тарелке, вольготно И ты, и твои друзья, мусульмане в этой школе Давай, пожалуйста, предложи нам концепт праздника Когда у вас там будет? Рамадан или наурус? Что у вас там? Говорит, я не знаю Я, говорит, не мусульманин Говорит, предложи нам концепт Мы, говорит, возьмем все это, пойдем вместе с тобой к директору школы Предложим ему один или два проекта, сколько там у вас, говорит, будет вариантов И если он нам даст добро, говорит, а я не думаю, что он нам не даст добро Потому что мы все-таки же толерантное, говорит, общество То, пожалуйста, говорит Вы получите, говорит, скажем так, зеленый, говорит, свет Начинаете подготавливать фойе школы К своему празднику Декорации, одно другое И тогда, пожалуйста, говорит Вся школа будет знать, что вот Мы не расисты, во-первых А во-вторых, говорит, это будет огромный плюс вам, как мусульманам Которые устроили вот такой вот праздник Решили отметить вместе со всей школой Что же сказал вот этот парень? Мусульманин Он сказал Я не собираюсь этим заниматься Ты у нас староста школы, вот ты это и делай Староста школы ему еще раз говорит Ты знаешь, говорит, я тебе повторяю Я не мусульманин, я ваших праздников и обычаев не знаю Если тебе не нравится отмечать Рождество, пожалуйста, не отмечай Тебя никто не заставляет Но, говорит, вы живете в стране с христианскими обычаями К вам относятся толерантно абсолютно все слои общества И вы начинаете вести себя так, как будто вы, говорит, здесь полные хозяева Извини, говорит, но если ты не хочешь отмечать свой праздник Если ты не хочешь брать в руки осуществление этого проекта Я говорю, зачем ты тогда пришел, говорит, и начал со мной скандалить И все И вот так вот эта вся история закончилась То есть К чему мы подводим вывод? К тому, что Погавкать со стороны О том, что вот здесь в Германии все Расисты Ненавидят другие нации Ненавидят другие народы Может любой и каждый Но когда доходит дело до личного участия в чем-то Вот тут сразу, блин, хвост поджимают, как собаки между задних лапок И прячутся в кустике Потому что, елки-палки Это же получается, если они не расисты Они предложили нам устроить наш праздник Блин, а мы же этого никогда не делали Мы только дома сидели со своими родителями Это отмечали А тут, получается, мы должны сами Устраивать вот эти вот Делать декорации Устраивать праздник Да ну его все к черту Лучше посидим дома с сотовыми телефонами И на фейсбуке напишем, что немцы расисты Понимаете, о чем я говорю? Это была настоящая история Настоящая история В одной из высших школ здесь, в Германии В прошлом году